В качестве введения стоит сказать несколько простых, но далеко не очевидных вещей. Во-первых, израильская военщина уже давно превратилась в притчу во языцах. Дескать, еще один, на первый взгляд, необъяснимый феномен современного Израиля. Народ, 2000 лет не державший оружие в руках, будто по мгновению волшебной палочки превратился в нацию кровожадных, вооруженных до зубов милитаристов, неоднократно дал прикурить толпам арабов, которые на протяжении всей своей истории вообще мало чем занимались, кроме как воевать. И выглядит это так, что каждая новая израильская война или серьезная операция входит в учебники военных школ в качестве примера. Другими словами, израильский милитаризм воспринимается как явление современное, якобы не имеющее прецедентов в предыдущей еврейской истории. Как и некоторые другие стереотипы, связанные с современным Израилем и евреями, это тоже неверен. Как я надеюсь, мы вскоре увидим. Во-вторых, когда заходит разговор про иудаизм, и совершенно неважно, в какой среде происходит разговор, это могут быть ортодоксальные евреи или антисемиты, это одинаково абсолютно, то обычно имеется в виду классический, то есть раввинистический иудаизм. Но этот самый раввинистический иудаизм начал формироваться уже после разрушения второго храма в 70-м году Новой Эры. Я напоминаю, что Иерусалимский храм был разрушен из-за того, что евреи подняли восстание против Римской империи. И первый документ раввинистического иудаизма, Мишна, был опубликован около 200-го года Новой Эры. После еще двух ожесточенных и фактически беспрецедентных еврейских восстаний против Римской империи. Процесс формирования раввинистического иудаизма происходил в условиях диаспоры и занял несколько сотен лет. Другими словами, далеко не тот же иудаизм, которого придерживались поздние хосманеи в конце 2-го века до Новой Эры, или евреи-кирении Египта и Кипра, о которых мы еще поговорим, в начале 2-го века Новой Эры. В двух словах их иудаизм был более похожим, я извиняюсь заранее за всякие коннотации, анахронизмы и так далее. Их иудаизм был более похож на то, я просто хочу вас немножко шокировать, что сейчас известно как ваххабизм. И я надеюсь, что вы простите мне эти анахронизмы. В-третьих, а это прямиком проистекает из 2-го пункта, является его непосредственной причиной, практически вся еврейская литература обсуждаемого периода была отвергнута раввинистическим иудаизмом по определенным причинам, достаточно мудрым и незнакома, она в общем-то незнакома даже многим из сведущих в еврейских вопросах. Не говоря уже о том, что мало кто из широкой публики воспринимает всерьез то, что писали об иудаизме 2-го храма язычники. Эти последние, вроде Тацита или Кассия Диона, дескать вообще антисемиты изначально, их мнение по определению предвзято. О том, что греко-римские интеллектуалы и евреев в основном не сильно любили, я спорить не буду. Это уже давно доказано британскими учеными. Но при этом, по-моему, это не значит, что серьезные историки имеют право пренебречь их мнениями. Они пишут, что, еще раз простите мне этот анахронизм, что евреи встали на тропу Джигада. И последнее, об этом более подробно я расскажу на отдельной лекции, которая будет тут и через пару дней. Существует масса сверстов того, что в период 2-го храма многие евреи активно занимались празелитизмом. Празелитизм может быть увещевательным, так сказать, а может быть и воинствующим. Если три древних автора, которые я еще процитирую, в один голос заявляют, что более всего на войну против Рима, первую войну, евреев подбодряло древнее пророчество о том, что именно в это время из-за идеи выйдет человек, которому суждено править миром, то, возможно, стоит пересмотреть вот этот слезливый нарратив, в соответствии с которым миролюбивые несчастные евреи были вынуждены восстать лишь потому, что противные римляне их жестоко угнетали в правах. В оставшееся мне время я хотел бы вкратце сосредоточить внимание на древних свидетельствах о том, что в период с середины 2-го века до новой эры и по середину 2-го века новой эры есть все основания рассматривать евреев в качестве народа воинствующего. В соответствии с поздними книгами еврейской Библии, как раз наоборот, после возвращения из Вавилона в последний 3-6 века до новой эры, евреи довольно долго мирно жили под властью сначала Персидской, затем Птолемейской и Селефкидской империи, вплоть до 70-х годов 2-го века до новой эры. Однако уже в эти времена и даже ранее мы слышим о евреях-профессиональных солдатах. Так, например, первая община диаспоры, о которой нам немало известно, это еврейский гарнизон, который находился на острове Лефантина на реке Нил в Верхнем Египте. Это еврейское поселение было основано уже в 7 веке до новой эры фараоном Псамитихом I в рамках его нубийской кампании и просуществовало несколько сотен лет. Первые еврейские общины в Малой Азии, то есть современной Турции, были основаны в 3 веке до новой эры по инициативе селефкидского монарха Антиоха III в качестве военизированных поселений в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе. То есть он их переселил из Месопотамии, тех евреев, которые, значит, там в Вавилане они изгнали в Месопотамию, он их переселил потом из Месопотамии в Малую Азию, чтобы они навели там порядок, потому что там местные жители восставали и вели себя нехорошо. Однако в этих случаях мы говорим о наемниках, а не о евреях, воюющих за свою независимость тем паче в целях экспансии. Переломный момент в отношении евреев к засилию чужеземцев наступил в эпоху хосмонейских войн. Войны эти были спровоцированы преследованиями иудаизма, развязанными селефкидским царем Антиохом IV Епифаном в 60-х годах 2 века до новой эры. Некоторые евреи предпочли пацифизм и мученическую смерть, ну, как мы знаем из слезливого нарратива, он отчасти прав. А другие, а именно хосмонейский клан, ну, там началось с того, что Матитьяу взял еврея, который хотел принести жертву, был готов, значит, он взял его и зарубил его на жертвеннике. Заклал, вот, там используется жертвенное слово, что он его заклал, вот, и с этого начинается восстание. С оружием в руках поднялись на борьбу за свободу иудаизма. Последние одержали несколько блестящих побед над врагом и вскоре добились прекращения гонений. Однако, как известно, аппетит приходит во время еды. Их осмоней решили продолжить эту войну, после того, как они добились отмены гонений. С начала в 40-х годах и 2-го века до новой эры они добились государственной независимости, а затем развернули массивную кампанию, направленную на территориальную экспансию. Не стоит забывать, это важно очень, что в первой половине периода второго храма Иудея, это крохотная территория в радиусе около 30 километров вокруг Иерусалима. То есть, когда вы сейчас слышите, что люди кричат, что газа это наша, это все основано на том, что Бог обещал Аврааму и так далее. А как бы на самом деле историческая Иудея, она была 30 километров вокруг Иерусалима. Теперь, когда дойдем до Ирода, вы поймете, потому что его когда-то хотели сделать царем всей Сирии и Египта. И это было бы самое близкое, что было бы, приближалось бы к тому, что Бог обещал Аврааму. Интересно, как бы это было, если бы на самом деле это произошло. И это был единственный момент, когда евреи реально могли править всем Ближним Востоком. Так вот, хосмонейский просвещенник Иоанн Геркан, который правил со 134 по 105 год до новой эры, начал с того, что он захватил расположенную к северу от Иудеи Самарию и разрушил самаритянский храм на горе Герезима. У меня нет времени объяснять, кто такие самаритяне, это отдельная тема. Они очень близки к евреям, на самом деле они такие же евреи. Я полагаю, я полагаю, я практически уверен на 200 миллионов процентов, что он хотел просто их всех обгиюрить. Он думал, что он разрушит им храм, значит ему идти будет некуда, они пойдут в Иерусалим. Но они ему показали вот это, извините, и так оно продолжается до сих пор. Но дальше у него получилось, потому что он пошел на юг, а на юге он завоевал Идумею. И там он, Идумеев, всех, которые, видимо, были более примитивные, они настолько поднаторели в плане Торы, там всех дел, они сказали, окей, мы с вами вместе идем. И они все стали евреями. Говорят, что они приняли обрезание, на самом деле, по всей видимости, они обрезание практиковали еще до этого. Потому что нашли там каменные фалусы уже обрезанные, еще до Хосманеев. Но я знаю людей, которые это нашли. И Микваот, Микве, да, то есть вы знаете, что такое Микве? Микве это, походу, тоже идумейское изобретение. То есть Идумеи тоже что-то дали иудеям. Значит, он обратил их всех в иудаизм, насильственно, якобы. Вот его сын Аристабул I, который правил один год, и говорит, что он маму свою сгнобил в тюрьме. Но он был очень хороший человек, говорят. Он провозгласил себя царем. Завоевал Галилею за один год, он болел все время. Он всех братьев посадил в тюрьму. Того, которого он не посадил, он убил. Вот, потому что пришлось как бы. Ну, что делать? Вот. Но он завоевал Галилею, а там арабы сидели и туреи. И он их всех обратил в иудаизм тоже. Теперь скажите мне, что иудаизм не был миссионерской религией. Вот. Брат Аристабул, Александр Янай. Ну, это как бы отдельная песня. Потому что этот иудейский первосвященник провел в разы намного больше времени в полевых условиях, нежели в храме. Судя по нашим источникам, ему было безразлично, с кем воевать. Похоже, он получал удовольствие от самого процесса. И выйдя победителем из гражданской войны, в ходе которой он уничтожил 50 тысяч евреев, 800 из оставшихся в живых он распял. Детей и жен он вырезал на глазах у распятых. Причем имейте в виду, что в каждом израильском городе, это я об этом пишу, вот в статье, кстати, вот в этой книге, именно об этом и статья, что в каждом израильском городе большом есть улица, посвященная Янаю, то есть на его имени. Ирода, то есть который построил храмовую гору и то, что называется Стену Плача, нету как бы ни одной улицы, ни одного переулка в Израиле, чтобы было посвящено ему. Но Янай, как бы в каждом городе в Израиле есть улица, мало того, есть даже пиво, которое называется Макаби. Вот, типа, ну неважно. Вот, 800 он распял из тех, кто остались, а жены детей он вырезал у них на глазах. Для него война была, видимо, видом экстремального спорта. Он завоевал сектор Газа, Неги, восточное побережье Мертвого моря, то есть, вспомните, 30 километров вокруг, да? Вот, северное Заярдание, Голландские высоты, разрушая Датлас, сопротивляющиеся города и периодически сжигая живьем по несколько сотен врагов. Вот, он в Газе сжег там толпу, которая заседала, значит, совет, они заседали, он завоевал город, сжег их там 700 человек живьем. Вот, его армия, стоит отметить, включала большое число наемников и не евреев. Я не могу процитировать и не процитировать Иосифа Флавия, он, кстати, гордился своим хосмонейским происхождением. Говорит, около этого же времени иудеи овладели целым рядом сирийских и думейских виникийских городов, а именно приморскими городами Башню Стратонову, это Кесария, Аполлонию, Яфу, Явны, Аждодом, Газой, Антидоном, Рафехом, Ринакарурой, это вообще на Синае. На суше, вблизи границы Думеи, Адурой, Марышой, вообще всей Думеи, Самарии, горами Кармели-Фавор, Скифополисовым, то есть Бейчаном, Гадарой, ну, короче, он завоевал все, что можно. Вот, я не буду дальше перечислять, только он говорит Флавии, что Иппеллой, этот город они разрушили до основания, так как жители не согласились принять иудейские обычаи. Ну, то есть, там уже он всех семитов обгирил, короче, которые были вокруг, там греки остались, они слишком отличались от иудеев, они решили, что нет, ну, мы как бы, ну, никак, евреями не будем. Он их изгнал и разрушил город. Вот. Ну, все это они, он говорит, уничтожили дотла. Вот, не факт, что сам Янай помнил все эти названия, которые я только что перечислил, потому что, по всей видимости, все это время он был бухой. Вот. Флавий пишет, что одной из причин его смерти был хронический алкоголизм. Вот. Его вдова, Шлом Цион Александра, она не вела экспансионистских войн, но обеспечила внешнюю безопасность за счет могучей армии наемников. Параллельно с событиями в Иудее, или лучше сказать, в Великом Израиле, евреи диаспоры тоже не спали. Один из первосвященников, оставшихся без работы из-за прихода Хосманеев к власти, ну, или его сын, там, непонятно, основал еврейскую колонию в Египте и заручился поддержкой птолемейских царей, правивших там. Птолемей поощряли еврейскую эмиграцию в Египет. Ну, это вот ваша тема насчет Украины, Польши. Это та же самая, это та же самая тема. Почему там начался антисемитизм именно в Египте? Это вот буль то же самое, понимаете? Вот. Он заручился поддержкой птолемейских царей, правивших там. Птолемей поощряли еврейскую эмиграцию в Египет и пользовались услугами евреев, переселившихся туда. Ну, то есть, они были там чужаки, македоняне. Им было выгодно, с египтянами дружить не хотели. Это быдло, как бы местное. Вот. Им нужны были какие-то умные, интеллигентные люди, которые будут им помогать, служить. Типа, и будут им верны, потому что если они упадут, то как бы, ну, они будут верны, потому что если птолемеи упадут, так и они упадут. Поэтому они евреев туда переселяли. Вот. Ну, и так получилось, что через одно поколение евреи стали там главнокомандующими всей армией. Вот. И вот в рамках данной презентации, конечно, я не могу подробно изложить историю еврейской общины в Египте, потому что это очень длинная тема, это вообще дисциплина, как бы, сама по себе. Вот. Но необходимо отметить, что обсуждаемый период сыновья вышеупомянутого еврейского первосвященника дослужились до командования всей армии Клеопатры III. Когда та, опьяненная победами над своим сыном Птолемеем IX, подумывала о захвате территории Яная, которого, вот этого алкоголика, которого я упомянул, вот, главнокомандующий ее армией по имени Ханания строго предупредил ее, что подобный шаг, я цитирую, превратит всех нас, то есть евреев, в твоих врагов. Клеопатра поняла намек и, как бы, отказалась от своей бредовой идеи. Вот. То есть она, как бы, Яная оставила в покое. Вот. В 60-х годах I века до новой эры, Иудея постепенно попала в сферу интересов Римской республики. В этот момент хасманейская семья разделилась. Одна часть, которой, по сути, управлял отец будущего царя Ирода, Антипатор, пошла на сотрудничество с ними. А другая, которой возглавлял Аристабул II, выбрала путь конфронтации. Аристабул и его сыновья долго сопротивлялись Риму, но, в конце концов, все до одного погибли в этом, как бы, ну, реально неравном поединке. Но при этом не стоит полагать, что Антипатор и Ирод были пацифистами. Они буквально завоевали доверие римлян в основном за счет военной поддержки, которую они обеспечивали различным римским олигархам. Ну, это был период римских, как бы, гражданских войн. Они там гладиаторов стопорили, чтобы там не мешали сильно и так далее. То есть, там они участвовали в этой войне. И, как бы, этим доказали, в общем-то, что они способны править. Про Ирода, который пришел к власти над Иудеей именно потому, как Марк Антони и Октавиан прекрасно знали его бойцовский потенциал. Ирод долго воевал с набатеями до такой степени, что получил название, вернее, прозвище «покровитель арабов». Я процитирую немножко про него, то, что Флавий пишет, который он не очень любил. «Телесная сила Ирода равнялась силе его ума. Он всегда был первым в охоте». Вы знаете, что еврей вообще, как бы, еврей-охотник — это, как бы, смешно. Он всегда был первым в охоте, в первую очередь, благодаря своему искусству верховой езды. Был случай, когда за один день он подставил 40 диких зверей. Ведь иудеи изобилуют кабанами, оленями и дикими ослами. Ну, охотиться на ослов — это вообще жесть. И в борьбе не было ему равных. Во время состязаний многие бывали поражены точностью, с которой он бросает дротик. Ну, наверное, в голову того, кто наблюдал. И постоянством, с каким его стрелом находят цель. Ну и так далее. Что он был баловным удачем. Не стоит забывать, что немалая часть монументальных построек Ирода — это военные комплексы, такие как крепости Кипрос, Геркания, Родион и, разумеется, Масада. К сожалению, после смерти этого великого царя достойных наследников не нашлось. Иудея постепенно обрушилась в пучину националистического безумия, подогреваемого и используемого религиозными фанатиками. Наш главный источник по первому веку новой эры, Флавий, систематически пытается обрисовать их в качестве религиозных виртуозов и сумасшедших. Но понятно, что у всех их, окромя религиозной, была и политическая программа. Своих целей они собирались достичь путем вооруженной борьбы с Римом. Ну и кумранскую секту стоит упомянуть. Все говорят, что они пацифисты. Они были пацифисты, типа сыны света, все остальные сыны тьмы. И они там писали книги о том, что они будут в конце дней воевать против всех остальных, они победят и будут властвовать миром. Ну как бы, ну может они этого реально и не делали, но они об этом писали. Ну так или иначе, в 66 году некоторая часть евреев решила сбросить с себя игорь римского владычества и началось так называемое великое восстание против Рима. На самом деле это восстание было настолько же гражданской войной, насколько оно было восстанием против Римской империи. Уже в начале восстания в одной из стычек евреи сумели уничтожить более легионы римских солдат. После такой победы даже умеренные евреи, изначально не желавшие идти на вооруженный конфликт с Римом, поверили, что Аллах Акбар. И не стоит забывать, что, ну не, ну это реально, как бы вы, я не просто так там три раза уже упоминаю ислам, потому что это одно и то же, это именно одно и то же. Да, то есть тот иудаизм, про который мы говорим, это именно это. Вот, и не стоит забывать, как я уже намекал в начале, что восстание была важной религиозной составляющей. Ну что Флавий пишет, что, я цитирую, более всего на восстание их, то есть евреев, поднимало двусмысленное предсказание, находящееся в священных писаниях, что в то самое время некто из их страны станет правителем мира, да, и Свитони и Тацит повторяют то же самое, я не буду их цитировать. Вот, и я как бы, я хочу закончить тут, что, в общем-то, на подавление иудейского восстания первого, 66-74 год, было брошено больше сил, чем на захват Британии, да, в два раза примерно. И, как бы, и это не потому, что я, типа, этим горжусь, да, ну я, конечно, этим горжусь, вот, но на самом деле это три еврейских восстания, они абсолютно беспрецедентны, и у меня тут еще много чего есть сказать, но я просто, я лучше скажу от себя. Тут другая проблема. Я проводил эксперименты в Израиле, спрашиваешь среднего израильтянина, «Ата шамата альмердат футсот?» Ну, то есть, ты что-нибудь слышал про восстание диаспоры? 99,9% слышат об этом в первый раз, да. Никто никогда ничего не слышал про восстание диаспоры. Восстание диаспоры, это было, я думаю, кто из вас слышал о восстании диаспоры? Ну, Борис Рожковский, конечно, слышал о восстании диаспоры. Вот, так вот, ну кто из вас слышал про великое восстание и разрушение храма в 70-м году? Ну, честно скажите, кто не слышал, скажем так? Вот, понимаете, если заходите в музей диаспоры в Тель-Авиве, и первое, что вы видите, это копия арки Тита, да, ну, потому что я как бы, я сионист, я живу в Израиле, вы живете в диаспоре, тут не все евреи, неважно, я просто говорю, как бы, что меня это бесит, вот. Ну, вот я скажу сейчас, заходишь в музей диаспоры, да, в Тель-Авивском университете, и первое, что ты там видишь, это арка Тита, ну, то есть, значит, римские солдаты несут там хлеб, стол хлебов предложения, и минору, и так далее, типа, вот, диаспора равно Галут, и все так мрачно и страшно, вот. И, как бы, а потом заходишь в следующий зал, а там вдруг восстание диаспоры, откуда они там взялись вообще? Ну, то есть, и что их было там так много, и как они умудрились поднять это восстание так-так быстро, да? Ну, на самом деле, в период второго храма больше евреев проживало в диаспоре, чем в Эрац-Исраиле, вот. И, как бы, на самом деле, в 115-м году евреи диаспоры подняли жуткое восстание. Оно началось в современной Ливии, то есть, то, что тогда называлось Кирении, я, как бы, их не оправдываю, потому что это было варварство, потому что они разгромили всю Ливию, потом они разгромили весь Египет, они разгромили весь Кипр, и египтяне еще сто лет спустя праздновали День Победы над евреями, ну, потому что это заняло, заняло, как минимум, три года, потом пришел римский командир, которого звали Маркус Турбо, вот, и он это подавил, но заняло три года, вот. А другие авторы рассказывают, что, ну, евреи там скальпировали пленных, спарывали животы, кишками их припоясывались, кожу сдирали живьем, и так далее, и тому подобное. Ну, как бы, я думаю, может, они, это просто антисемитская пропаганда. Или нет. Ну, как бы, вот. Теперь я заключаю тем, что, в общем-то, я не говорю, что тут есть чем гордиться, да. Дело в том, что классический иудаизм, то есть равнистический, он отошел от всего этого, в общем-то, поэтому он и сохранил литературу того периода, потому что те, кто остались в живых, поняли, что, как бы, ничего хорошего из этого не выйдет, и, как бы, лучше посади сначала, если идет Машех. Все эти восстания были мессианскими. Там, типа, во главе стояли... Каждый из них звал себя Машехом. Это понятно. Что каждый из них был мессией. Ну, и поэтому эти товарищи, потом, которые выжили, сказали, вот, если придет Машех, а ты сажаешь дерево, ты сначала дерево посади, потом иди скажи ему здравствуй. Вот. Так что, как бы, я считаю, что это лучше. Машехом.